Сколько будет стоить выход из ЕС? Переговоры по Брекзит в Еврокомиссии начнут именно с вопроса о финансовых обязательствах Лондона. Сегодня в Брюсселе официально назначили переговорщика и утвердили рекомендации. Какой счет могут выставить британцам? Елена Зорина узнавала. Времени слишком мало. Нужно немедленно начать переговоры. Это официальная позиция Брюсселя. Проходить они будут в два этапа. Лидеры ЕС договорились прежде всего обязательства по правам граждан, бюджет границы, а уже после разговор о новом торговом соглашении, за подписание которого выступает Лондон. В случае, если что-то не так, Европейский суд решит все споры. Вот только Великобритания хотела уйти из-под его юрисдикции. Но начать диалог Еврокомиссии планируется с так называемого счета за Брекзит и того, что в него включать, а что нет. Лондону уже предложили оплатить перенос офисов евроинституций, расположенных в королевстве. Ну и кроме того, есть финансовые программы, в частности помощи третьим странам, а в их числе и Украине. Речь не идет о наказании или счете за Брекзит. Европейский Союз и Соединенное Королевство вместе обязались финансировать программы и проекты. Поэтому вместе и решим, что с этим делать дальше. Сегодня я не собираюсь говорить о конкретных цифрах в счете, я их не знаю. Но вот по подсчетам журналистов, финансовые аппетиты Брюсселя разыгрались не на шутку. Издание Financial Times пишет, что счет за Брекзит увеличился почти вдвое. Сейчас это уже не 60 миллиардов евро, а 100. В ЕС пересмотрели первоначальные расчеты под давлением Франции и Германии. В Лондоне и старую сумму платить не особо соглашались. А новую так и подавно не станут. И это уже открыто сегодня заявил министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис. Они предложили 50, 60 или 100 миллиардов. У нас до сих пор нет четкой цифры. Мы будем выполнять свои международные обязательства, то, что предусмотрено, а не следовать догадкам и желаниям комиссии. Очевидно, что переговоры будут непростыми. Британский премьер Тереза Мэй уже заявила, руководству ЕС будет дьявольски трудно. На что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ответил, она будто бы живет в другой галактике. Разговор должен начаться летом, после 8 июня, когда в Великобритании пройдут досрочные выборы. Из Брюсселя Елена Зурина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.